Ситуация с распространением коронавируса в Ядрине бьет все антирекорды. Там зарегистрировано 170 заболевших COVID-19. В том числе 138 домашних очагов заражения с общим числом контактных лиц. Почти 430 человек, треть из которых дети. Из-за темпа роста количества инфицированных по поручению руководителя региона туда сегодня выехала большая рабочая группа. В ее состав вошли чиновники, сотрудники Роспотребнадзора и правоохранители. Именно им предстояло разобраться, почему в муниципалитете дали распространиться инфекции и кто в этом виноват. В Ядринском районе делегация из Чебоксара была уже ранним утром. С момента введения в Республике ограничительных мер из-за коронавируса в городе должны были работать 20 мобильных групп. По крайней мере, именно такое количество значится на бумаге. Они должны проверять, соблюдают ли масочный режим в общественных местах, дезинфицируют ли улицы, как работают объекты торговли, хватает ли средств защиты на предприятиях и как из-за пандемии там организован рабочий процесс. По факту, выяснила комиссия на месте, в рейды ежедневно выходили две группы. За неделю они проверили 127 объектов торговли и только в одной точке выявили нарушение. С начала периода у нас работала две мобильные бригады. Одна практически состояла полностью из работников администрации, а другая состояла из сотрудников МВД, представители центральной больницы и частично в центре единое эпидемиологии. Сколько они выходили, не так регулярно, а там два раза всего лишь. Представленный отчет комиссия из столицы назвала липовым и доказала это на деле, обойдя три близлежащих магазина в каждом сплошное нарушение указа руководителя региона. У вас в Москве есть? Накажите запас масок ваш лично. А, перчаток. Нет, в машине нет. Сегодня мы вместе с Роспотребнадзором, с прокуратурой зашли в три таких торговых точки. И с чем мы столкнулись? Во всех трех торговых точках были нарушения масочного режима. То есть продавец, который осуществлял и продавал товар, у него была одна маска, ну, скажем так, не сильно чистая и без запасных масок, а это обязательно необходимо, во-первых, им необходимо и обеспечивать, сдавать условия, если люди, которые приходят без маски, готовы их купить. Ну, и в том числе обязательно свой режим перемены маски и так далее. Дезинфицирующие средства, которые обязательно должны быть при входе в любой магазин, ну, по факту оказались в одном из магазинов, это была фактически вода. Не дорабатывают с точки зрения проверяющих и специалистов местного Роспотребнадзора. Высокое количество заболевших в районе связывают с тем, что вовремя не выявили контактировавших с первыми больными, которые должны были соблюдать режим самоизоляции. По факту, контактники ходили по улицам. Отсюда и колоссальный прирост. Так что в ближайшие две недели, по словам вице-премьера Республики Аллы Салаевой, ни о каком послаблении режима здесь и речи быть не может. Напротив, его ужесточат. Лицам старше 65 лет запретили покидать свои дома. Остальным без острой надобности тоже лучше на улице не появляться. Дойти можно только до ближайшей аптеки, магазина или вынести мусор. На подвездах к Ядрену со среды установят контрольно-пропускные пункты. Все лица, которые будут приезжать из других регионов в Ядренский район, будут останавливаться на постах. И всем им будут выдаваться письменные уведомления, которые обязывают их в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции. Далее в Ядренском районе мы приостанавливаем деятельность и запрещаем уличную торговлю, работу рынков и ярмарок. И предложили сократить количество объектов торговли, которые торгуют даже предметами первой необходимости и продуктами, до 50%. На дверях парикмахерских тоже повесят замки. Работать они не будут до стабилизации ситуации. Весь район будет усиленно дезинфицировать. Как выяснилось, с этим здесь тоже проблемы. В первую очередь общественные пространства, остановки и улицы. В правительстве Чувашия подчеркивают, если бы к введенным два месяца назад ограничительным мерам в Ядренском районе изначально и люди, и власти отнеслись серьезно, нынешней ситуации удалось бы избежать.